Для таджикистанцев нарушение правил дорожного движения – обычное явление. Жители столицы говорят, что с опасностью на дорогах сталкиваются почти каждый день. Пешеходы переходят дорогу с опаской, а водители часто вынуждены резко тормозить, чтобы не сбить перебегающего дорогу в неположенном месте человека. Не пропускают меня, не дают пройти мне дорогу. Ну да. Часто, да? Да. Бывает, бывает. Жалобы бывают. Не каждый день, но встречаются. А иногда бывают такие. Ну, везде такое есть. Хоть как бы вы законы не усложняли, все равно нарушители появляются. Я стараюсь пропускать пешеходов. Очень внимательным надо быть сегодня. Да, перебегать дорогу, где придется. Водители часто нарушают правила. Видимо, не знают законов. Вот здесь перехода нет, но люди постоянно перебегают. Мне часто приходится здесь резко тормозить. Каждый день это происходит. В МВД ведут подробную статистику правонарушений. По словам милиционеров, местные жители переходят дорогу, где им удобно. А водители не пропускают пешеходов на переходах. Превышают скоростной режим и выезжают на встречную полосу. Именно несоблюдение элементарных правил чаще всего становится причиной трагедии. Основными видами дорожно-транспортных происшествий в республике является наезд на пешехода более 50%. Более 90% всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств. 53% всех происшествий совершаются из-за неправильного выбора скоростного режима. Около трети ДТП происходят вследствие выезда на полосу встречи движения и нарушения правил маневра. Только 0,7 ДТП совершают водители, находящиеся в состоянии обвинения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Таджикистане ежегодно в дорожных происшествиях погибает 19 человек на каждые 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель по Центральной Азии. Столько же жертв ДТП регистрируются в России. В прошлом году на дорогах страны погибло около 2000 человек, считают ВОЗ. Таджикские медики с такими цифрами не согласны и говорят, что погибших в три раза меньше. 18,8, которые приводятся по статистике ВОЗ, это неверное. Я неоднократно и представителям ВОЗ спорил, говорил, вот эти данные утверждаются Министерством здравоохранения, мы представляем. Если где-то статистика неверная, она может быть, но в отношении дорожной безопасности статистика у нас самая лучшая, потому что за ними стоят уже уголовные дела и так далее. У нас самая хорошая база. При любых расчетах, говорят парламентарии, со смертностью на таджикских автодорогах нужно что-то делать. В первую очередь повышать штрафы за нарушение ПДД. Например, штраф за отсутствие детского автомобильного кресла или при непристегнутом ремне безопасности составляет около полутора долларов. В наказание за превышение скоростного лимита штраф пять долларов. Сегодня вся законодательная база готова в Таджикистане. Единственное, что нужно работать над имплементацией. Мы говорили о том, что административный профсиальный кодекс сегодня не отвечает требованию. Те штрафы, которые предназначены для нарушения дорожного движения, они малы и не приводят, практика показывает, что она не приводит к нашим нужным результатам. Представители гражданского общества считают, что повышением штрафов проблему не решить. Высокопоставленные чиновники, члены их семей и те, кто может откупиться, останутся безнаказанными, пока закон не будет одинаков для всех. Не исключено, что в подобных случаях применяются телефонные права и коррупционные схемы. Кто-то платит большие штрафы и несет суровое наказание, а кому-то это сходится с рук, и он может дальше продолжить свой беспредел. Вопрос о повышении стоимости штрафов уже стоит на повестке МВД страны. Пока никаких сроков правоохранители не ставят, но считают, чем быстрее нарушать правила дорожного движения станет дорого, тем лучше. К тому же бюджет получит дополнительное финансирование.